Как сделать отводок пчел в августе? Для разведения и приумножения пчел на пасеки необходимо правильно и вовремя сформировать отводки. Таким способом человек подчинит насекомых себе, подталкивая их на размножение и создание новых сильных пчелиных семей. Августовские отводки пчел. Формирование отводок проводят от сильных пчелиных семей, в которых имеется не менее 10 полных улочек пчел и 8 рамок с расплодом. Если брать отводки от слабых семей, это не даст им вырастить достаточное количество расплода и молодых особей к сезону и медосбора. Отводки могут быть индивидуальные, взятые от одной пчели иной семьи, сборные, когда расплод используется от нескольких пчел и семей. Отводка формируется в молодую летную пчелу на ряд и день. В начале августа, если в контрольном улье нет прервеса, то из него отбирают смет. Параллельно с этим от семьи берут отводок на шести рамках и присоединяют к нему плодную матку. Их подкармливают сахарным сиропом в небольшом количестве. Отводки пчел августовские отводки пчел не менее эффективны, чем сформированные весной или осенью. Конец летнего сезона подходящее время для создания новых семей. Насекомые находятся в расцвете силы и очень работоспособны. Если делать пересадку в августе, то в середине октября в улье появится много нового расплода, который отлично перезимует в редостаточном количестве корма. Внимание! Если в августе нет взятка или он очень слаб, то придется хорошо подкормить насекомых сиропчиком. В ративном случае можно не успеть нарастить семейство в зиму. Фактор, где будут зимовать на улице или в помещении, тоже надо учитывать. На зимний период улей утепляют и проводят обработку бетлином для профилактики против клеща. После подготовительных операций пчел и труженицы отлично зимуют, а весной дают достаточный пчелиный расплод. Молодые и неопытные пчеловоды часто задаются вопросом, как сделать отводок пчел в августе, чтобы весной появилось достаточное количество новых семей. Проведение мероприятий в августе позволяет не разделять пчелиные семьи перед медовым сезоном, чтобы не снизилось количество получаемой продукции. Существует несколько вариантов, как сделать отводок пчелосемьи самостоятельно. Пчеловоды стараются выбрать самый простой способ, чтобы процесс прошел легко и не занимал много времени. Важно! Ближе к осени возрастает опасность напада и пчелиного воровства. Молодые семейства могут стать основной целью агрессивных насекомых. Однако жалеть изработавшихся на летнем медосборе насекомых не следует. До весны они скорее всего не доживут. А вот до осени могут оказаться полезными. Простой способ формирования отводок. Для формирования новых семей отводку размещают в отдельной улей, что помогает упростить уход за ними. Формирование проводят в теплый солнечный день. В это время в улье не должны находиться рабочие пчелы, а только нелетные молодые особи. Етапы выполнения работ необходимо тщательно рассмотреть каждую семью, найти матку и накрыть ее колпачком. Она не должна попасть в соты с расплодом, которые будут переноситься в другой улей. Из гнезда сильной семьи необходимо достать соты со зрелым печатным расплодом. Помещают соты в специальный переносной ящик. Каждый сот должен быть плотно облеплен пчелами. Многие сильные семьи имеют большой запас корма. Необходимо изъять один заполненный кормовой сот, также плотно покрытый насекомыми. Пустой улей подготавливают для расселения в него новых семей. Проводят ремонт, если требуется и полную дезинфекцию. Устанавливают в него несколько кормовых сотов с медом и пергой. Расположение нового уля должно быть недалеко от заселенного. Не стоит забывать, что в уле обязательно ставят рамку с печатным расплодом. Первоначально создают большие семьи, а после подсаживают к ним молодых особей. После возвращения с взятка пчелы будут равномерно заселяться в одинаковые подготовленные улья. В скором времени, в том, где не осталось матки пчелы, труженицы создадут новую. Если этого не произошло, то пчеловод может самостоятельно подсадить в улей пчеломатку. Внимание! При формировании отводок матка не обязательно должна быть в каждом улье. Искусственно выведенных пчеломаток подсаживают в заполненные ульи через 4 часа после заселения рабочих насекомых. Это может быть зрелый маточник, неплодная или плодная молодая матка. Ее размещают в середину у гнезда между расплодом, а через день освобождают на соты. В новом улье должно быть два отделения ограниченных между собой планкой, чтобы каждая семья самостоятельно могла подогреваться. За счет этого пчелка будет быстрее и эффективнее развиваться. В определенный момент разделительную планку убирают и две семьи объединяются в одну большую. После расселения пчел ульи ставят на достаточное расстояние друг от друга. В каждом из них будут проживать насекомые разного возраста. Расстояние между ульями имеет большую роль. Наиболее эффективно будет расположить их как можно дальше друг от друга, чтобы каждая семья осталась на своем месте, занималась добычей. Мед и выведением нового расплода. Формирование отводок пчел без матки. В пчеловодстве выведение отводок без матки имеет одинаковое количество преимуществ и недостатков. Внимание! Формирование отводок без матки используется не для размножения и увеличения пчелиных семей, а как противороевый метод. В улье с подготовленными рамками отсаживают особи от сильной сформировавшейся семьи, а матка остается нетронутой. Этот способ относится к временным. В дальнейшем перед сезоном сбора меда или после отсаженную пчелиную семью с выведенными новыми молодыми особями переносят обратно к основным сформированным пчелосемьям. Чтобы повысить количество пчел методом формирования отводок без матки, необходимо подготовить два одинаковых улья. Найти на пасеке семью, у которой имеется не менее 12 рамок с расплодом. Когда труженицы покинут дом для сбора меда, требуется поставить новые ульи рядом со старым и распределить рамки равномерно в оба гнезда. Насекомые, вернувшись домой, не смогут отличить улья распределяться равномерно на две пчелейные семьи. Формирование отводок пчел без матки на шестой день необходимо проверить улья. В том гнезде, где матки не осталось, должны быть заложены новые маточники. Их следует осмотреть и убрать бракованные, достаточно оставить с ней более 4 штук. Далее по возможности надо понаблюдать за семьями, может потребоваться добавить в улей без матки дополнительную рамку засевом. Через 24 дня проводят проверку, должен обнаружиться первый засев, сделанный новой пчелиной королевой. Если ее поведение нормальное, а засев качественный, означает формирование отводок прошло успешно. В ративном случае пчелосемью присоединяют к старой матке, а следующий отвод формируют только через год. Этот способ эффективен в обычном цикле пчеловодства и позволяет улучшить качество и продуктивность пчел-тружениц. Важно! Насекомые без пчеломатки могут находиться не более трех недель. На четвертой неделе появляются пчелы-трутовки и подсадка матки в большинстве случаев становится невозможной, она просто не сможет прижиться с молодыми особями. Отводки после медосбора После сезона сбора меда большинство пчелосемей сохраняет свою силу, а работы для них становится меньше. Внимание! Конец медосбора считается лучшей порой для деления семей. Расплодов у льи много, а пчелы собирают поздний нектар. До конца сезона остается месяц, которого хватит, чтобы усилить и подготовить семьи к зиме. Молодые отводки запасают на зиму достаточно меда. Отводки после медосбора Концу августа Поздние отводки имеют по четыре рамки с расплодом. Если пчеловод подкармливает их пергой или молочной смесью, то они быстро набирают силы. Поздние осенние отводки С наступлением осени большое число рабочих пчел погибает, а трудоспособность остальных значительно снижается. Опытные пасечники редко выбирают поздний осенний вывод пчел. Потому как в холодное время года молодые особи не успевают достаточно вырасти, а весной производят малое количество расплода для сезонного сбора меда. Чтобы не потерять все пчелиные семьи, пасечник делает отводки после меда, что называется формирование осенних отводок. Молодые особи тяжело переносят холодные зимы и выводят малое количество новых пчел весной. Выведенные в летний период пчелы имеют в организме большое количество питательного белка и других полезных веществ, в отличие от осеннего выводка. Они лучше переносят зимы и дают хороший расплод весной. Поэтому формирование отвода осенью делают только для увеличения численности пчел семей, в которых было много ослабленных особей. Дополнительная информация. Осенние выводок пчел делают на старых пчеломатках. Размножение пчел формированием отводок считается наиболее эффективным и популярным способом. Таким образом не наносится вреда пчелинным семьям и у них не снижается работоспособность, а соответственно и количество медового продукта. После взяточное деление в конце июля половина пасеки позволяет получить множество сильных семейств, которые дадут некоторое количество товарного меда следующим летом и даже весной. Потому что если в окрестностях пасеки растут и ваклены другие растения, которые дают ранний медосбор, желательно уже весной иметь сильные пчелосеми.